Итак, первый вопрос. Измеримые функции, сходимость последовательности функций, поточечная, равномерная почти всюду по мере, это видосходимости, связь между ними, теорема Егорова и Узина. Итак, начинаю с того, что введу два понятия, поточечная и равномерная сходимости. Поточечная и равномерная сходимость. Я буду двигаться сегодня уже только по вопросам, вот по этому первому вопросу, в котором несколько пунктов довольно объемных. А если будут возникать, наверняка будут возникать какие-то понятия по ходу дела, я буду их отдельно комментировать. Итак, что у нас имеется? Есть некоторая последовательность функции fn от x. Примеры все я буду приводить, пока общие слова. Последовательность функции fn от x и еще функции f от x. Будем считать, что эти функции заданы на каком-то множестве, которое называется областью определения. Итак, пусть x принадлежит d. Ну вот в прошлый раз мы говорили, что задавая функцию, надо всегда говорить о том, какая у нее область определения. Даже функция, скажем, синус x, которая при всех x определена, ну можно ее рассматривать только на каком-то подмножестве, не обязательно при всех x. Так что вот есть область определения. То, что мы называем, я в скобочках напишу. Так, определение первое. fn от x сходится поточечно к f от x, если сейчас я буду писать формальные символы epsilon там и так далее, вспоминайте математику. Вот это будет не очень, конечно, так привычно, не каждый день. Но потом я все это буду комментировать на примерах. Значит, функция f от x. Если для любого положительного числа epsilon, символ любой, вот так я обозначаю, кто забыл, вот, существует такой номер, но это будет натуральное число, мы его будем называть номером, синоним натурального числа номер. Такое число натуральное, n большое, которое зависит от epsilon и от x. Оно натуральное, давайте я так напишу, принадлежит множеству натуральных чисел. n большое, это множество натуральных чисел. Натуральные числа, это числа 1, 2 и так далее. В мире натуральных чисел есть самое маленькое число, вот это одно из их больших преимуществ. Итак, для любого epsilon существует такое натуральное, зависящее, обратите внимание, от epsilon и вот от этого x, какой-то там x мы берем. Такое что, существует натуральный номер n, такое что, слова такое что, два слова такое что, я заменяю двоеточьем. Существует натуральное n или существует номер n, вот этот без двойной стенки, тут обратите внимание, двойная стенка так принято, а здесь нет. Такое что, значит, для любого, ну давайте для я все-таки напишу, такое что для любого n маленькое, тоже натурального, больше чем n большое, я не буду лишний раз писать, что оно зависит от epsilon x, n маленькое, это натуральное число, ну тоже 1, 2 и так далее. Для любого такого натурального, которое больше, чем вот это n большое, выполняется неравенство. Я напишу слово выполняется все-таки, хотя формально говоря, можно и не писать. Неравенство вот такое. Так, надо сразу нам оговориться, какие функции мы будем рассматривать. Давайте я буду числовые функции, то есть x это число действительное, и f это тоже функция, принимающая числовое значение. Чтобы не говорить там про нормы какие-то, вот как сейчас близость функций. Ну я давайте напишу сначала просто модуль, напишу модуль разности fn от x минус f от x меньше epsilon. Сейчас я прочитаю, потом комментарии. Итак, читаю. fn от x, последовательность можно сказать fn от x, сходится поточечно к функции f от x. Если у любого положительного epsilon найдется такое натуральное n, что какое бы я ни взял n маленькое больше, чем это натуральное n, выполняется вот такое неравенство. То есть fn от x, член последовательности с таким номером большим, чем n, отличается от предельной функции меньше, чем на epsilon. Вот сразу я тут напишу, что пусть у нас функции, ну да, где-то вот здесь можно это было бы написать, f, значит, так, d, 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 про d, да, сначала d принадлежит r, тем самым я говорю, что аргумент функции x принимает только числовые значения, r это множество всех вещественных чисел. Вот, ну и, соответственно, f и fn будут отображать d в r, то есть значение функции тоже числа. x число, короче говоря, вот из этого следует, и f от x число, и fn от x, это все числа. Вот, картиночка, которая общее определение иллюстрирует, вот такая будет, вот x у нас здесь мы откладываем, я сейчас графики порисую, вот у нас есть какая-то функция f от x, ну, пускай вот она здесь. График функции, мы в прошлый раз строго определяли, множество пар чисел x от x, это график. Функция числовой. Вот это неравенство как можно раскрыть, вот как учили в школе, как от модуля избавиться, это значит, это неравенство вот равносильно тому, что, здесь вот видно, если я внизу буду писать, значит, fn от x меньше, чем f от x плюс ε, и больше, чем f от x минус ε. Вот что это означает по определению модуля. Сейчас я нарисую вот такую полоску шириной 2 ε, он, ну, как бы дорога, вот это разделительная линия. Так, вот так, пунктиром. Это f от x плюс ε. Подняли кривую f от x на ε каждую точку x, и опустили на ε каждую точку, не каждую точку x, а каждую точку графика. И опустили каждую точку графика. Итак, что здесь говорится? Тут говорится в этом определении, что начиная с какого-то номера n, какой бы я ε не задал, здесь ε – это ширина половины полоски, а вся полоска ширину имеет расстояние по вертикали между пунктирными границами 2 ε, а половинка, значит, соответственно, ε. Начиная, какой бы ε я не взял, вот я взял какой-то ε и нарисовал, начиная с какого-то номера n, я должен рисовать графики членов последовательности fn, которые будут находиться вот в этой полосе. Они могут пересекать… Проходите, Степан. Они могут пересекать. Вот тут, наверное, лучше мне какой-нибудь цвет взять. Ну, например, зеленый. Вот fn от x какой-то там рисую. Давайте даже не пунктируем, а вот как-то так. Вот это fn от x. Если fn от x сюда попало, значит, если номер n маленькое больше, чем n большой, наверняка туда попадет. Вот это будет выполняться, потому что условия. Если fn от x попало, fn плюс 1 тоже там уже наверняка будет, потому что при всех номерах больше, чем n большое. Так что я могу совершенно спокойно дорисовать еще и fn плюс 1 от x. Ну, больше уж не буду. Так, ну, где-нибудь вот тут пускай идет. Вот это красненькое, это будет fn плюс 1 от x. То есть все кривые вот такие я рисую, у которых каждая кривая пронумерована, потому что функции пронумерованы, у которых номер больше, чем n большое. А n большое определяется вот этим ε. Если ε возьму поменьше, полоска, естественно, это f от x на месте останется, а полоска сузится. То, как мы видим, значит, тут вот эти кривые могут и не попасть в более узкую полоску. Это о чем говорит? Это значит, что ε поменьше, то тогда надо номер n брать побольше. Для любого ε существует n. Чем меньше, это как правило, чем меньше ε, тем больше n. Но раз поточечная сходимость нами тут утверждается, значит, всегда такое будет. Чем меньше ε, всегда все равно найдется n, начиная с которого в более узкую полоску попадут все члены последовательности. Ну, давайте пример какой-нибудь. Я ее тоже в полоску красную эту самую. Нет, при всех n маленькая вот здесь вот больше. Если n маленькая больше, то n плюс 1 тем более больше будет. n плюс 2 мог бы нарисовать туда и так далее, и так далее. Если меньше, то больше, тем более. Ой, если больше, то меньше, тем более. Вот этот рисунок я нарисую. Сейчас я вот прежде чем пример второй рисунок, и вы увидите разницу. Вот я на самом деле этот рисунок оставлю и под определение равномерной сходимости. Вот это очень хорошая сходимость. Поточечная она тут есть, но тут есть равномерная. А вот сейчас я нарисую, значит, пример, когда... То есть сначала мы от рисунков пойдем, потом дам определение равномерной. Сейчас я нарисую пример под то же самое определение, но уже не будет там равномерной сходимости. Вы поймете геометрически, пока неформально. В чем разница? Значит, или пусть fn от x, это есть функция x степенью n. Самый простой пример, который проблему поставит. x принадлежит, вот это d будет 0,1. Значит, d это есть 0,1. То, что x ему принадлежит, тут уже написано в общем случае было, x из d. То есть вот эти степенные функции. А n натуральное число. Степенные функции с положительным показателем. n у нас всегда натуральное, как правило. То есть, как правило, натуральное. Вот. Хорошие. Вы все знаете, как они выглядят. При x единице единице, при x 0 это 0. Я квадратик нарисую на плоскости единичной. Вот. Итак. Если я на единице, вот я последовательно, чтобы, как говорится, пощупать руками. Вот f1 от x, это x. f2 от x, это x квадрат. Вот я строю конкретную последовательность. Ну, давайте еще f3 от x напишу и так далее. x кубе и так далее. Вот данная последовательность. Предъявлена. Как она устроена, видно. Ну и давайте рисовать. Да, я начинал рисовать с чего вот здесь вот. Давайте я так же буду начинать в том же порядке. С f от x. Вопрос. А что такое f от x? К чему стремятся вот эта последовательность? Какой предел имеет? К чему стремятся f от x? Вам пока. Минуточку на размышления. Итак. f от x. Сейчас мы... Ну, а потом ладно, f от x. Предел fn от x при n стремящемся к бесконечности. Ну, или можно f от x, стрелочка. Это у нас обозначается f от x. И вопрос, что это такое? Подумайте чуть-чуть, буквально полминутки. Предельная функция. Просто поподставляйте вместо x. x у нас... Ну, если x взять 0, то, естественно, fn от 0 будет. Хоть f первое... Вот они тут, да? Это все будут нули. Вот. Если x взять единицу, все будут единицы. Если x взять одну вторую, больше уже, наверное, не придется. Одна вторая будет. Вот для примера скажем. Пусть x равно одной второй. Уж 0 единицу я не буду писать. Тогда f первое от одной второй. Это есть одна вторая. f второе, одна четверть. Ну, f третье еще напишем, одна восьмая и так далее. Одна восьмая и так далее. То есть, чем больше номер, тем меньше. И стремится, и тем меньше значение функции. И, конечно, оно стремится. fn от x можем написать здесь. fn от x это одна вторая в степени n. fn и стремится, вот я стрелочкой, к нулю. 1 делит на 2 в пятый, 1 делит на 2 в сотый. Это все меньше, меньше, меньше. И стремится к нулю при n стремящемся к бесконечности. Мы строго это не будем показывать, как упражнения там студентам дают. Доказать. Доказать это значит, вот я тебе предъявляю ε, а ты мне дай номер n большое, начиная с которого будет выполняться соответствующий нерав. И будем это доказывать, интуитивно это видно. Чем больше знаменатель, неограниченно, причем растущий, лучше так сказать, тем это ближе к нулю. Ну, хорошо. Итак, что же получается, был мой вопрос. Что это за функция такая будет? А это будет вот что за функция. Давайте я вот сюда пониже. Это будет 0 при всех х, кроме единицы. То есть, и х, равное нулю, но и все остальные, но кроме единицы. Вот таким образом, мы, значит, как, что мы понимаем, кто-то тоже подзабыл, обозначение, значит, что такое? А, b, слева квадратная, справа круглая. Это множество таких точек х, что х больше и равно а и меньше b. Ну, естественно, х у нас вещественные числа, мы уже это оговаривали с вами. Вот здесь мы говорили, так что я не буду каждый раз писать, что х принадлежит r. Вот. И предел равен, предельная функция будет единица, если х равно единице. То есть, вся область определения отрезок разбился. Отрезок 0,1 на 2 подможества, состоящего из почти всех точек, кроме одной. Что это? Давайте вот как раз я буду рисовать теперь картинку, начиная с f от х. Что это такое? Это разрывная функция. При всех х это есть 0. Вот я рисую жирненько отрезок вот этот. Выкалываем, обводим в кружок точку 1 на оси х, потому что при х единице f от х равно единице. И вот здесь жирненькую точку ставим. В правой верхней вершине квадрата жирная точка. Вот график этой функции. Ну, то есть так вот. Раз, раз, раз. Ну, остальные порисуем. f первая от х это х. Диагональ квадрата. Вот f первая от х. f вторая от х это х квадрат. y равно х квадрат парабола. Ну, я не знаю, можно тоже там разными цветами. Наверное. Вот f вторая от х. Ну, еще там у нас что есть? Х кубе. Давайте х кубе нарисуем красным. Общих точек они не имеют эти кривые внутри квадрата. У них общие точки только вот крайние. Сейчас там надо подправить. Зелененького туда подпустить. Вот. Ну, вот как-то так. Это f3 у меня нарисовано. Ну, и можно дальше додумать, что, домыслить, как дальше будут идти кривые. Там какая-то при достаточно большом n, там, х степени, я не знаю, 100, х степени 1000. Пунктиром я ее нарисую. Вот она так будет идти. Она долго будет стелиться, чуть-чуть возрастая вдоль отрезка 0,1. А потом, говорит, когда-то достаточно быстро будет двигаться в правую верхнюю вершину угла. Вот это какое-то fn от х при достаточно большом n. Поточечная сходимость есть. Я не буду сейчас все вот это определение вам прокручивать. Вот представьте, что такое поточечная сходимость. Я беру какой-то ε. Вот какой-то ε я возьму все-таки. Вот так вот. И мне надо подобрать такое n большое, что вот эта функция, что члены этой последовательности x степени n будут, ну, на самом деле, просто меньше ε в данном случае. Потому что f от x у меня, ну, практически везде 0, так что здесь будет просто f от x меньше ε. Все положительное, поэтому левую часть неравенства можно не смотреть. Значит, просто вот я смотрю, ну, как здесь будет определение, значит, для любого ε существует номер n, зависящий от ε, от x, натурально, естественно. Такой, что для любого n маленькое больше n большое, это будет x степени n меньше, чем ε. Да или нет? Вот я просто переписал определение по точечной сходимости. Определение по точечной сходимости. Так оно у нас выполняется. Пример можно этот для по точечной сходимости вот использовать для иллюстрации его. Вот я взял какое-то ε большое. Дело тут вот в чем. Дело вот в чем. Вот я беру какое-то конкретное x. Поточечная сходимость – это сходимость в конкретной точке x. Вот здесь x какое-то есть фиксированное. Значит, здесь вот это x фиксированное, по сути. То есть, вот смысл какой здесь? Можно так заметку на полях, что по точечной сходимости, значит, для каждого x может быть свое ε. Для каждого x свое ε. Ну, не обязательно. Может быть. Может быть. Может оказаться свое ε. Вот я взял какой-то x. Вот при таком x все будут меньше, вот мною нарисованные кривые, чем это ε. Тут единственное, что у нас еще в точке 1 – это функция f от x. Я же тут должен по идее написать f от x еще. Давайте. Плюс f от x. Вот так вот. Левую часть я не пишу этого неравенства, которое после раскрытия модуля, потому что там все положительно и так. Не надо. xn больше нуля. Вот. А, да. Это x свое ε или свое n? Ой, свое n. Спасибо, спасибо. Оговорка, Руслан, да. Свое n. n функция. Итак, вот я взял. Если что-то замечаете, не держите в голове, что вы что-то не понимаете. Я могу тут что-то описку какую-то сделать. Вот. Итак, вот я зафиксировал какой-то ε. Будет ли это неравенство выполняться… Зафиксировал x, извините. Будет ли это неравенство выполняться, начиная с какого-то номера для всех вот этих функций. Вот они тут нарисованы. Остальные все будут там. Ну, еще ниже, чем вот эта диагональ квадрата уж всякая. Значит, ну, что мы видим? f от x либо 0, либо 1. Если f от x тут стоит 1, то это, естественно, будет выполняться 1 плюс ε, там еще и выше заберется. Но это только в одной точке. Вот. x может 1 равняться. 1 степень n, естественно. Но вот тут вот какая ситуация. Для такого-то x, конечно, все члены вот этой последовательности, все эти кривые лежат под. А если я возьму другое x, ну, какое-нибудь, я не знаю, давайте вот здесь возьму, скажем, x с волной тильда x, то тогда для такого x уже что получается? Что зелененькая кривая лежит над ε, то есть вот f, значит, fn от x меньше, чем ε плюс f от x, вот при том x, которое есть, это рис, рис, смотри рис, при всех n, да? И отрезок прямой лежит, значит, под ε, и все остальные тем более. То уже вот для такого x у нас будет fn от x меньше, это x с волной, чем ε плюс f от x, не при всех n, а только, и эта самая прямая тоже ведь лежит выше, и парабола x квадрат лежит выше. А вот начиная с куба лежат ниже, то есть при всех n больше или равных трех. Вот это иллюстрация того, что я взял ε, и вот я не могу в этой точке уже гарантировать, то есть не гарантируется выполнение вот этого неравенства изопределения. Тут уже надо взять n больше, вот даже для такого ε. А если ε еще меньше взять, скажем, тогда до точки x с волной, там могут и кубы не попадать, вот эти кубические параболы и так далее, и так далее. Итак, мораль. Выбор номера, начиная с какого номера все будут кривые лежать вот в этой полоске, ну фактически полоска здесь такая горизонтальная, в случае поточечной исходимости, поточечная исходимость есть, зависит от точки. Вот здесь это написано. Для каждого x может быть свое n. Значит, это пример по точечной исходимости. Про равномерную я пока ничего не говорил, сейчас я напишу определение, мы увидим, что ее тут нет. Для точки 1 там, ну что для точки 1? Надо просто взять, значит, там все хорошо будет, 1 плюс ε будет, и все. Вот полоска, так сказать, окружающая точку 1, вот она тут будет, 1 плюс ε, 1 минус ε. Там свое, естественно, будет тоже n, начиная с которого все они попадут вот в эту полоску там какую-то, вот в такую. Вот эти кусочки попали, эти не попали, так что для точки 1 там свое будет, свой будет номер n. То есть каждая точка x заставляет меня рассматривать вопрос, начиная с какого номера все члены последовательности будут в полоске, вот, значит, которая вот окружает, ну сверху здесь в данном случае, либо вот этот кусочек 0,1, либо эту точку 1. То есть вот эту, вот в эту полоску уже, это при x равном 1 я рисую, вот такую полоску, у меня попадают вот уже, надо n какую взять, ну тут, вот при таком x мы там не попадаем в эту полоску вообще, вот при этом x я в эту полоску не попадаю, не по одном номере. Так что вот такая ситуация. Поточечная сходимость. Сейчас я пример приведу по точечной сходимости, которая хорошая, вот без таких будет. При любом x будет одно и то же n. Значит, это вот пошел пример. Примеры пошли, это просто иллюстрация, давайте. Примеры. Пример второй, например, скажем, там fn от x равно, ну я не знаю, пускай будет, чтобы не очень. Ну давайте попробуем. x делить на n. Вот так вот. x делить на n. И x тоже из 0,1. d равно 0,1. Тут все графики будут членов последовательности единицы. Но я тоже этот квадратик такой нарисую, хотя тут на самом деле в правую верхнюю вершину идет только при n единице, член последовательности f от x равно x, вот как и в предыдущем примере, это будет диагональ квадрата. Вот f первая от x. f первая от x это x. f вторая x пополам. Ну и так далее, я не буду тут, понятно. Значит, x пополам. x делить на 2. Вот где-то так в одну вторую при x единице. Вот это f вторая от x. Ну и еще там f третья не буду уж я менять. Здесь очень просто все будет, поэтому цвет менять тут необязательно. И так, понятно, я надеюсь. Вот это f третья и так далее. Понятно, что fn от x здесь предел тоже имеют 0. 0. При n стремящемся к бесконечности. Ну формально мы не будем все это доказывать. Формальные доказательства, как говорят с помощью вот этого формального определения на языке ε, ну n или ε, дельта, как еще называют, они неприятные. И, насколько я понимаю, практически ни один выпускник университета, да даже Санкт-Петербургского, не сделает вот этого. Доказать, что формально по определению, если еще посложнее, последовательно сдать. Так что надо, главное, для вас, тем более, надо интуитивно понимать многие вещи. Значит, вот предельная функция f от x. Вот она. Значит, f от x, это у нас просто 0 будет при любом x из-за отрезка 0,1. Тоже поточечная сходимость есть, но тут она еще и проще устроена, наверное. Ну не знаю, давайте посмотрим. Вот я беру точку x какой-нибудь и вот беру какой-то ε. Вот у меня такая полоска образовалась, я ее не заштриховываю. Значит, начиная с какого номера, вот для этого x все члены последовательности. Значит, рис, опять-таки, смотрим на рис. Взяли конкретно x, которая, ну вот f первая не попадает для этого x, а уже начиная со второго, значит, для этого x n больше или равно 2. Вот, для другого x, ну вот где-нибудь тут я возьму x волной, поближе к единице, и f первая не попадает в эту полоску, вот туда, значение f первое, вон куда уходит, за полоску, и f второе за полоску, и f третье. Ну вот, предположим, f четвертое там, ну или f какой-нибудь, вот, ну не знаю, это f четвертое, ну пускай f четвертое, конечно, это не одна четвертая, тут высота, ну пускай. Вот, а вот для x волной уже точка графика функции f4, то есть при n больше или равном 4, попадает вот в эту эпсенон полоску. Значит, x, если я зафиксировал, эпсенон взял, x зафиксировал, для одного x, n, начиная с 2, обеспечивает вот выполнение этого неравенства, а для другого x, начиная с 4. Вот это поточечная сходимость, и пример это тоже иллюстрирует тот факт, что для каждого x свое n. Вот. Для каждого x свое n. Так, хорошо. Ну, здесь вот на этом примере, вот если я взял такое эпсилон, то вопрос вот такой я могу задать. А можно ли одно n для всех таких эпсилон взять? Ну, только тогда не от 4 уже получается. Вот для такого, значит, да, ну, начиная с 4, собственно, я на свой вопрос уже ответил, так что зря я его задаю. Хорошо. Значит, теперь я даю определение равномерной сходимости. В чем разница? Разница будет только в одном. Я вот сейчас этот текст весь переписывать не буду, а вам, наверное, придется. Вот только в этом месте не будет x. И еще добавятся слова, что на всем множестве. Поточечная сходимость только в точке на всем множестве не говорят. Потому что, скажем, ну, здесь к нулю сходится на этом множестве 0,1, а без единицы, а тут... А вот тут на всем. Ну, давайте. Ну, к функции f от x сходятся, да, ну, тут ε задаю, но n разные. Я не могу на всем множестве задать одно и то же номер. Видите, номера там меняются. Так, две последовательности, все это есть. Только я теперь пишу определение 2. Заменяя слова, значит, заменяя слова сходится поточечно, fn от x сходится равномерно. Равномерно. к f от x. Если все то же самое для любого ε, существует номер n, но теперь уже без x. Вот я даже тут не буду, я просто его зачеркиваю, чтобы было видно наглядно. n зависит только от ε. Значит, существует такой номер n, что для всех других номеров больше, чем это n. Выполняется вот такое неравенство. Такое неравенство, значит, для всех. x из d. И я тоже здесь же должен еще добавить, сходится равномерно в множестве d. Или на d. Ну, давайте в d напишем. Вот я еще тут забыл написать. Равномерная сходимость на множестве или в каком-то множестве. Ну, на d, на d. Давайте на d все-таки, потому что на, когда это значит любая точка из d, может быть взята на d все-таки. Итак, равномерная сходимость на множестве, поточечная в точке, как в самоопределении. Еще раз. Итак, последовательность fn от x сходится равномерно на d, на этом множестве, к функции f от x. Если для любого положительного ε найдется такой номер n, зависящий только от ε, что для всех номеров n маленькая больше этого номера, выполняется вот такое неравенство. То есть, член последовательности fn от x отличается от f от x меньше, чем на ε, для всех x из d. Вот этот рисунок, который был здесь, скажем, это рис у нас, пускай будет один, это рис 2, это рис 3. Я не всегда заранее продумываю, сколько рисов будет, поэтому я вот номерую сейчас, пока доска не стиралась, ничего. Годится. Значит, этот рисунок совершенно вот подходит, который по точечной сходимости иллюстрировал, к иллюстрации равномерной сходимости. То есть, все кривые, вот начиная с какого-то номера, n маленькая, если вошло, n плюс первая, все они вот в этой полоске будут. Значит, что касается вот этих примеров, значит, это пример был один, значит, пример один, это нет равномерной сходимости здесь, нет равномерной сходимости в примере один, есть только поточечная, только поточечная, тут я довольно долго говорил, что от x зависит номер. Пример 2, вот как вы считаете? Там поточечная, конечно, есть, я его и проводил, как пример поточечной, но поточечная всегда есть, когда есть равномерная. Сейчас мы связь эту вот, что еще следует, напишем. Пример 2 можно привести, как иллюстрация равномерной сходимости. Можно ли прикасывать больше той сходности? Да, совершенно верно, Александр, да, вот если я взял, смотрите, вот взял такой эпсилон какой-то, то тогда n большое будет, ну, там 4, там строгое, не строгое, не равенство, ну, 3 даже, если там не строгое, то есть все дальше, где будут расположены графики, они все под f4 будут находятся, поэтому все абсолютно, начиная с четвертого, там будут. А вот здесь такого не будет, потому что x равно 1, нас препятствует этому, не будут все графики находиться под вот этой f от x, f от x график состоит из нуля и еще из точки 1, поэтому для точки 1, там все по-другому. Значит, точка 1 выскочила. Сейчас я еще примеры там приведу, так что, ну, чуть попозже, правда. Итак, пример 2, это есть, есть равномерная сходимость. То есть, я по ε могу один номер, вот так здесь, взять, вот, значит, он иллюстрирует и по точечную сходимость, я бы вот разные x брал, но он и равномерную тоже. связь какая, ну, не будем теоремы, давайте сформулируем, доказывать не будем, значит, если равномерная сходимость есть, то отсюда следует и поточечная. Вот, наоборот, неверно, смотри, пример 1. в общем случае неверно, когда-то, когда-то может, вот тут поточечная есть, и равномерно есть, но в общем случае, наоборот, в общем случае, напишем, неверно, не то, что всегда неверно. Сцен, пример 1, со степенной функцией. Итак, вот там в вопросе вашем как раз было, связи между ними, вот это первая связь, первые два типа, они возникают в математическом анализе, не связанном с теорией меры, еще пока не было никакой меры, вот эти два типа сходимости. Про равномерную сходимость, давайте, я все-таки вот сейчас пока не буду, у меня там много чего можно сказать, но это ведет в сторону, я в прошлый раз много говорил, что вот кто не понимает равномерную сходимость, ну те, кто собираются заниматься профессиональной математикой, выпускники университета, ну считается вот так вот в народе, фольклоре, что эти люди не знают математики. Вот, равномерная сходимость хороша, почему? Вот я, замечание давайте сделаем, чтобы уже с ней закончить, не углубляясь, а так вот, польза-то зачем вот? Ну в прошлый раз уже, по-моему, Юлия говорила, что там можно менять местами пределы там всякие разные и так далее, замечание о пользе. Да, о пользе равномерной сходимости. Ну, а польза это, конечно, в кавычках, какая там польза. Первая польза, если я рассматриваю предел, значит, интегралов от членов последовательности, ну там, по какому-то норму, давайте А, Б, при росте, стремящемся к бесконечности, то можно, если последовательность ФН от Х сходится к Ф от Х, вот давайте тут у нас, пусть ФН от Х, равномерно сходится к Ф от Х, ну вот на отрезке А, например, я там уже написал отрезок А, в качестве вот пределов интегрирования, ну вот пускай на отрезке А, то тогда можно менять символы двух операций, очень неприятных, неизвестно, какая из них легче выполняется, интеграл и предел, и предел бывает сложно найти, но интеграл не менее сложно, вот, а мы смотрим, что нам проще, предел сначала поискать, вот пример сразу под это дело, но я сейчас какое-нибудь придумаю, ну вот, например, скажем, предел вот такой последовательности, ну пускай там 0,1 вместо А и Б, А, 0, Б, 1 я беру, при n, вместо мячности и бесконечности, вот чего-нибудь, вот я возьму там Х в степени 100, поделю на Н, ну хорошо, вот так пускай будет, и напишу Е в степени там, ну не знаю, минус там, ну просто даже Х не буду уж особо громоздить, ну вот так пускай, значит, если не менять символ, предел не вносить под интеграл, так говорят еще, да, не менять эти две операции местами, то что мне тут предстоит сделать? Взять интеграл, наверное, я даже не очень тут хорошо написал, нет, хорошо, все хорошо, тут простой пример, не буду усложнять, взять интеграл, ну понятно, что 1 делить на n, то я могу вынести за знак предела, сейчас, наверное, нехорошо все-таки написал, наверное, нехорошо написал, нет, по частям-то по частям, то есть я вот пользы просто этого свойства сейчас тут не наблюдаю, я вынесу 1 делить на n сюда, и чему бы не равнялся этот интеграл, это константа, предел константа она, а тут 1 делить на n, и будет 0, или наоборот, вот я хотел проиллюстрировать, на неудачный пример, сейчас мы переделаем его, а если внести предел, тут сразу будет 0, и не надо ничего интегрировать, но я и так не буду интегрировать, потому что я 1 делить на n вынесу, а интеграл это число какое-то конечное, ну давайте там что-нибудь подпортим, я не знаю, предлагайте, чтобы не выносилось, чтобы не выносилось, а я вот, вот так вот, все, ничего не выносится, потому что n плюс x, более того, я не знаю, как этот интеграл брать, вообще, вот я честно говорю, берется ли он вообще, я не знаю, там ряд интегралов, то есть большая часть интегралов, в каком-то смысле, больше общения вычисляется, в том смысле, что по формуле Ньютона-Лемниц, там первообразную нам не найти, вот, то есть, вот как его вычислять, вопрос, но здесь равномерная сходимость есть, вот это x степени 100, мы не будем это показывать подробно, сходится при n стремящемся к бесконечности, ну, естественно, к нулю, потому что, е степени x, и x степени 100, вот это произведение, оно от n не зависит, можно считать его как константу, когда мы говорим о пределе, вот, ну и поэтому, величина обратная бесконечно большой, знаменатель нарастает, не важно, что там x прибавляется, знаменатель растет в бесконечности, значит, дробь стремится к нулю, и равномерную сходимость показать можно, там не будет никаких выпрыгивающих точек и так далее, я не буду строить, естественно, графики этой функции, вот, ну вот, равномерная сходимость, равномерная, над стрелочкой пишу равномерно, раз равномерно, то вот это первая польза, я могу менять предел, интеграл местами, я не буду переписывать предел чего, многоточие поставил, просто вместо этой функции, она же эта функция, вот, и предел ее равен нулю, тут уже написано, значит, будет интеграл от нуля определенный, ну, а это есть ноль, вот, ну, такая же польза это, когда у меня есть, значит, предел какого-то ряда, как говорят, fn от x, это слагаемые, от 1 до бесконечности, я хочу посчитать, ряд, сумма, я говорю сейчас неправильно, математически, но чтобы вы хоть почувствовали, бесконечного числа слагаемых, здесь неправильно то, что такое бесконечное число слагаемых, это бессмыслица, надо какой-то смысл вкладывать, но очень-очень-очень много слагаемых, то есть, если я хочу вот этот предел найти, по какой-то там причине мне надо, сумму ряда найти очень трудно, то есть, это очень сложная задача, вообще мало какие суммы умеем вычислять, вот, а потом брать их предел еще там, и так далее, только я тут, наверное, не так, давайте вот тут мы сделаем вот как, а нет, все хорошо, а вот если я поменяю местами, а поменять местами, когда равномерная сходимость сможем, ну пусть тут х принадлежит отрезку АБ, чтобы мне уже под это предисловие функции равномерно сходится к f от х на АБ, уже работать под это предисловие, вот, тогда все хорошо, я могу посчитать пределы f от х, и в каких-то случаях это существенно проще, чем искать сначала сумму ряда, потом ее предел, вот, так что вот так, только я тут, да-да-да, можно переставлять символы, сейчас я только еще раз посмотрю, правильно я это равенство написал, и n, и в пределе и сумме, да, вот я тоже, как у вас посчитала, n без ничьи и сумму, сейчас, сейчас мы, значит, мы сделаем, давайте внизу k, и сумму по k, я это как раз и хотел сказать, что это я тут не точно, а эти мы будем нумеровать, ну, n наверху, предположим, в фигур этих круглых скобочках, это члены последовательности, значит, здесь у нас, чтобы было понятно, f, n, сейчас, секундочку, я подправлю, значит, вот предположим, что я и хочу сказать, вот мне нужно посчитать предел, вот такой суммы, ну, давайте возьмем какую-нибудь обычную, там, геометрическую прогрессию, это как пример, пример посмотрим, вот тут я подправлю тогда, ну, что там будет, ну, 1 делит на 2 в степени n, ну, x, где-нибудь надо x поставить, n стремится к бесконечности, так, значит, эту сумму я могу посчитать, тут хорошо, как в школе учили, значит, ну, x там не важно, а здесь у нас будет, по-моему, 1 вторая, вот эта сумма геометрической прогрессии, это есть 1 вторая, если n от единицы идет, да, или, нет, единица, извините, единица, да, единица, первый член 1 вторая, делить на 1 минус 1 вторая, да, это будет единица, при n стремячности к бесконечности, n никакого нет, здесь у нас получается тогда что? Просто x, да, предел вот такого ряда, суммы, точнее, такого ряда, это есть x, так, хорошо, а если мы поменяем местами, если мы рассмотрим сумму от пределов, 0 получается, что-то вот я тут неплохо пишу, да, это же предел 0, сумма нулей, это будет 0, надо подправить, надо вот и здесь тоже, соответственно, нужно подправить тогда, значит, есть у меня последовательность, я ее складываю, все члены последовательности, так, сложил, получил что-то, f1 от x, плюс и так далее, плюс fn от x, получил какую-то сумму, s от x, так, s от x, а, я не n стремится к бесконечности, вот что я наврал, x чему-то стремится, вот в чем дело, когда я складываю члены последовательности, а тут уже никакого n, естественно, не будет, это я зарепортовался, тут x будет, так что давайте тут x, там куда-нибудь стремиться, к какому-то c, а c принадлежит ab, вот и все, так, значит, все, там как было, и от 1 до бесконечности надо было оставить, моя ошибка была в том, что x нет бесконечности, а x там к чему-то, ну, k я уж тут оставил, так что пускай k будет, я стираю просто n в круглых скобочках, вот такая ситуация, значит, и x тут стремится к чему-нибудь, ну, пускай там, скажем, x стремится, ну, там к 3, например, я беру пример, значит, при x стремящемся к 3, я беру пример, и ответ будет 3, так, ответ 3, а теперь я поменяю, значит, предел при x стремящемся к 3, поменял местами знак суммирования и знак предела, ну, да, значит, при x стремящемся к 3, это будет просто 3 делить на 2 в степени n, тут непрерывные функции, все хорошо, ну, тройку я безболезненно выношу за знак суммы, ну, и будет 1 делить на 2 в степени n, это будет единица у нас, сумма геометрической прогрессии, тут бесконечной, вот, то есть будет 3 умножить на 1, 3, ну, так и так, 3, я просто здесь не показываю, что так сложно, а так проще, вот в примере с интегралом там хороший пример был как раз, потому что мы проинтегрировать не смогли бы член последовательности, а вот предел его взять запросто, интеграл уже, а здесь что так, что это, без разницы, но все это работает, хоть так, кому как удобнее, вот это такая польза, есть и другие пользы, то есть, там, при дифференцировании ряда, можно сначала там производные сложить, а потом взять предел, а можно наоборот, то есть, вот ряд операций можно менять местами, если у нас равномерная сходимость имеется, так, все про равномерную сходимость, пока,